МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казахстане прошло расширенное совещание по развитию туризма и новый термин появился – развитие инфраструктуры гостеприимства. Вы были участником этого совещания. И вот хотелось бы услышать ваше мнение, ваши, может быть, какие-то проекты по развитию этой сферы. Да, наш историко-культурный фонд, он даже в своих уставных целях подразумевает, что развитие туризма, оно нам близко. Развитие именно и сохранение историко-культурного наследия нашего города – это тоже одна из наших уставных целей. Также в наши уставные цели входит и развитие благоприятной окружающей среды, благоустройство города. То есть все цели, как бы, теоретически, они нам знакомы. И сейчас вот совместно уже с администрацией города, с администрацией области очень хотелось бы, чтобы эта тема, эти из теории, они вошли все-таки в практику. Потому что вот если мы посмотрим по первой теме, да, вот не так давно средства массовой информации уже об этом сообщали, нами было предложено, учреждено, и вот сейчас оно находится в стадии организации, это креативное туристическое сообщество Черемшан. Оно было нами учреждено совместно с известным путешественником, нашим земляком Анатолием Хижняком. Над этим мы работаем. Цель этого вообще всего мероприятия для того, чтобы жители нашего города как можно более активно вкручались в туристическую сферу. Вы, конечно же, помните, что еще во времена Советского Союза, сколько было у нас в Димитровграде клубов туристических, и на каждом предприятии ИНИАР, ИДАС, и Милитур-клубы, которые проводили большие экскурсии, экспедиции по разным уголкам страны и даже мира. После этого, когда финансирование у нас прекратилось, то есть все заглохло, каждый человек закрылся в свою ячейку, и до сих пор его вынуть оттуда очень тяжело. Вот это вот, конечно, пока это не въездной, это выездной, но это такое, можно сказать, пробуждение населения, потому что в Москве сейчас уже очень большим спросом пользуются такие вот экскурсии по городам Золотого кольца, куда огромное количество людей старается попасть. А вот Димитровград у нас пока, он осилил, да, у нас пока вот это Казань, Булгары, да, куда уже большие экскурсии ездят, но у нас очень много в окрестностях других достопримечательностей. Это и Самарская область, то же самое Ширяево, да, с домом-музеем Репина, с огромной вообще базой природной, это вот Жигули. То же самое Пензенская область, да, это Тарханы, это усадьба музея Лермонтова. Никто туда не хочет, не ездит, хотя туристические фирмы, которые у нас есть в городе, они имеют возможность это сделать. И вот наше туристическое сообщество, оно и нацелено на то, чтобы пробудить людей, начинать путешествовать, хотя бы вот по близлежащим местам. То есть Димитровград и его окрестности. Димитровград и его окрестности, и дальние окрестности, как бы и ближние. Но если про дальние мы говорили, что они есть, они еще с Советского Союза все остались, это туристические тропы и маршруты, то вот наш район, вот как раз это один из наших приоритетных проектов, это составление путеводителя по нашим окрестностям. Это Меликевский район, Новомылклинский, Старомаинский, Чердоклинский. Многие говорят, в нас смотреть нечего. На самом деле есть очень много интересных мест, да, у нас тут и остатки Закамской, Зачечни, Черты, и Булгарские городища, селища. Мест очень много посмотреть. Вот это нужно оформить в качестве путеводителя, это нужно организовать именно автобус, собрать группу. То есть это организованный уже будет туризм? Это будет, да, организованный туризм, куда... А не просто люди взяли путеводителя, отправились к Меликевскому району? Ну, почему, как это раньше, дикарями тоже, это вполне возможно, то есть любой человек может также взять путеводителя и поехать, там будет все это расписано. И даже с теми местами, где можно остановиться на ночлег, где можно перекусить, что посмотреть, это как бы вот еще одно из направлений наших. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас был в Димитровграде развитый ездной туризм, но тут мы сталкиваемся с двумя следующими вопросами. Первый, инфраструктура, чтобы туристы, которые приезжают к нам, могли остановиться в комфортабельных условиях, покушать, отдохнуть, вечер провести. Также, чтобы те достопримечательности городские, которыми мы по праву гордимся, они находились в надлежащем состоянии, да, но не про все мы сейчас можем это сказать. Поэтому здесь уже без администрации города никуда не уйти. Она должна нам помогать, потому что очень много памятников архитектуры находится в ее собственности. То есть мы готовы помогать, муниципальная собственность, да. Есть у нас еще один проект, который мы хотим взять за основу самарский проект, это вот Томсуэрфест. Обучение по этому проекту начинается в марте уже в Самаре. Я думаю, многие димитровградцы туда заинтересованные поедут. Смысл этого всего мероприятия – это волонтерскими силами взять один-два дома и привести их в порядок. Ну, чисто такой внешний вид. Почистить, покрасить и показать, что малыми силами и малыми деньгами можно город содержать в чистоте и в порядке. Но это речь идет о памятниках истории. История архитектуры, да. Потому что у нас старый город – это вообще весь памятник архитектуры, весь старый город. Весь ансамбль старого города в свое время, в 90-е годы должен был быть оформлен как особо охраняемая историческая зона. Но не получилось. Вот одной из наших целей – это все-таки добиться того, чтобы именно старая часть города была особо охраняемым объектом истории и культуры. Тем более, что этот проект уже реализовывается, да, по-моему, в Самаре. Стойерфест, да, во многих городах реализуется. И причем у них опыт большой и в привлечении финансирования, потому что реставрировать дом, вот его немножко облагородить, почистить, привести в порядок, это не стоит огромных денег. То есть они посчитали, да, по своему опыту, например, вот 50 тысяч рублей на все хватит, чтобы один дом привести в порядок. Если речь идет все-таки о реставрации, это памятник или либо история, либо архитектуры, все равно должны как-то, не знаю, какие-то специалисты сначала обследовать, чтобы не покрасили зеленой ядовитой краской. Да, это уже другой вопрос. Это вопрос в том, что как раз вопрос реновации наших старинных особняков, зданий. Здесь вопрос тоже, опять же, от администрации города зависит. Потому что мы общались очень много с потенциальными инвесторами, которые готовы прийти в наш город. Есть очень много проектов у них. У администрации города, с своей стороны, есть на балансе старые здания, старинные, которые являются объектами архитектурно-художественной ценности, представляют. Во многих городах, возьмем тот же самый Иркутск, которым опыт очень большой и положительный, они эти здания отдают коммерсантам под аренду, например, на 50 лет, ну, за символическую плату, там, 1 рубль в месяц, например, а коммерсанты за свой счет полностью его восстанавливают, уже, конечно, с привлечением профессиональных реставраторов, и используют уже по прямому назначению, например, как офисное здание, или, например, я не знаю, как гостиница, как какой-то там магазин, может быть. В тот период времени, когда у нас тяжелая экономическая ситуация, да, и у города как бы особо вот таких вот лишних денег нет, нам кажется, что это очень хороший выход из положения, потому что, во-первых, здание не разрушится, оно никуда, вот коммерсант же его не возьмет с собой, не унесет никуда, оно останется новое, уже отреставрированное нам для города. А, во-вторых, оно вдохнет новую, как бы, душу именно в старую часть города, который сейчас, ну, не пользуется такой популярностью у коммерсантов, да, как соцгород, например, который развивается уже немножко по другим законам, по рыночным. Вот, и вот чтобы собрать все это вместе, потому что вот все говорят, туризм, туризм, вот, давайте привезем китайцев в миллион. Их, конечно, можно привезти, но вот вопрос в том, а что же мы им здесь покажем? Нет, может показать, есть что, но в каком-то состоянии. В каком-то состоянии, да. И отсюда сразу же выходит вопрос о дорогах, о дорогах внутриквартальных, придомовых, об уборке мусора, об уборке, ну, вот сейчас зимой снега, о том, что сервис должен быть на уровне. То есть для того, чтобы привлекать и привечать хорошо туристов, у нас город должен сделать такой скачок качественный и перейти совершенно на другой уровень, на уровень уже не маленького, да, такого провинциального города, а уже крупного, научного, можно сказать, центра, потому что уже сейчас к нам в город приезжает очень много иностранцев, делегаций, они ходят. Они даже в том состоянии, в котором город сейчас у нас находится, многие люди восхищаются и говорят, у вас очень хорошо сохранилось все, у вас очень богатая, очень интересная история. Но если мы закроемся вот только внутри города, это будет одна история, да? А вот посмотрите вокруг, у нас по берегам Черемшана есть стоянки первобытных людей, там жили люди еще в бронзовом веке, то есть у нас здесь люди жили и творили, когда еще, можно сказать, египетской цивилизации даже не было. Здесь люди селились всегда всю жизнь с момента появления, можно сказать, человека разумного. И поэтому любое преимущество, любой вообще факт, который есть в нашей истории, я считаю, что мы можем и должны его использовать на благо нашего народа, городского, я имею в виду, населения. И это возможность в этом и есть. Самое главное, чтобы появилось желание и у наших жителей, и у нашей администрации, чтобы общими усилиями все это привести в порядок. Мы же здесь живем, наши дети здесь будут жить. Хочется, чтобы город оставался такой же красивый, нарядный. Самое интересное, посмотреть, конечно, фотографии наших 70-е годы, когда построили Суцгород, когда планировки улиц были сделаны по генеральному плану, когда не было точечной застройки, когда все было сделано по советским стандартам. Какие чистейшие улицы, без рекламных плакатов, с клумбами. И все было в чистоте, в целости, в порядке, в сохранности. И когда-то мы ругаем советскую власть, а когда-то мы, наоборот, должны в нее учиться. Ну, вот проектов много, идей хорошие. Вот вы верите, что ближайший, я даже не знаю, год-два все это можно реализовать? Ну, все наметки для того, чтобы это все было реализовано, они, конечно, есть. И желания есть. И люди, которые к нам приходят уже в креативное туристическое сообщество Черемшан, они уже тоже, они собираются, они уже каждый берет себе какую-то вот нишу, да, в этом туристическом бизнесе, потому что это не такая, это не централизованная организация, именно это сообщество креативных людей. Поэтому всех жителей города, которым не безразлична судьба города, которые интересно и путешествовать, и быть теми же самыми экскурсоводами для гостей города, мы их научим. Присоединяйтесь к нам. Я буду в ваших рядах. Спасибо за участие в нашей программе, за интересный разговор, интересную и полезную информацию. Всего доброго, уважаемые телезрители, и до скорой встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова